а здрасте всем друзья привет уленьки свапа обновилась версия 290 и принципе нет не так много обновлений здесь но давайте на них посмотрим оценим и посмотрим как это все работает для начала друзья стоит отметить что карьеру лучше начать новую старая карьера у вас будет работать но лучше запустить новую читайте в общем-то пост комментарий в комментариях к посту где выгрузка и обновления было там все написано как исправить как что как почему какие файлы можно скинуть с новой сохранки в старую чтобы она заработала но ладно давайте об обновлениях в первую очередь что в глаза бросается первое это ямы на бга они на хрен исчезли отсюда все теперь не будет вот этих багущихся ям хотите ставьте сюда которые идут в магазине дефолтные которые идут вместе с игрой можете их сюда вот запихнуть только у меня они сюда запихиваться не хотят хотя участок у меня приобретен но участок у меня как бы куплен я не могу и сюда поставить серьезно а если в глобали поставить повсеместное размещение ну тогда можно тогда она сюда становится ставите ямы в общем-то с ними играетесь они не будут бага ваться и все будет у вас прекрасно работать хотите можете сюда ферментатор запихнуть и все будет прикольно этим понятно следующее изменение которое вот лично мне не очень нравится но это уже было реализовано в 17 ферме потом про это все дело у нас прекрасно забылось не работала но и вот вот она в общем-то вернулась друзья это радары которые будут вас штрафовать 7000 евро за 69 километров в час у нас прилетела их здесь много стоит как много в общем то где стояли там и стоят вот один на обратную сторону другой теперь это все дело работает теперь придется не знаю кто любит погонять будет ездить в объезд или платить бабосики кто не любит погонять тот может ездить и все как раньше было и все будет прекрасно точно не знаю не проверял меч не подключен автодрайв курс play будет она штрафовать ваших наемных работников или нет вот не знаю теории не должно как она на практике будет хрен его знает штрафы друзья здесь вот как видите бздынь большие 8 600 а я как бы не сильно то и быстро еду всего лишь 145 километров в час по городу но да ладно далее друзья изменения коснулись еще и терраформинга частности окрашивания как этот режим включить того смотрите во-первых появились название ландшафт который вы показываете навоз асфальт бетон земля земля грязь лесная земля и так далее в общем то всякие разные травы гальки и так далее можно будет по крайней мере запомнить чего вы там рисуете если вы там сильно заморачивайся с этой штукой чтоб миллион лет не подбирать это раз во вторых добавилась такая штука как земля плюс грязь в общем то выглядит она точно так же как и вот обычные дорожки вот здесь вот можете всякой фигни здесь зарисовать но во время дождя здесь будет появляться грязь как только начинается дождик у нас сразу же вот здесь вот видно грязюка техника будет в ней вроде как застревать чем мы это посмотрим да вроде как какая-то грязь не знаю на проходимость она влияет или нет пока вот этот вот тягач один сильно больших проблем он не испытывает загруженные может какие-то проблемы у него и будет ну и друзья как только у нас становится без дождя то есть сухо и грязь высыхает то она сразу же высыхает и все прекрасно машинка правда остается закопанной в песок но не проблема ее можно так сразу стынь и вытащить и все с ней будет нормально ну еще одно друзья довольно крупное обновление которое бросается в глаза простому пользователю это добавились загоны для животных которые раньше были установлены статичными объектами в 17 ферме 19 тут в принципе строй сам что хочешь но в общем-то разработчики переделали перенесли сюда из 17 фермы свои правда они тоже placeable можете ставить где хотите появилась в магазине здесь вот такая вот группа фермы для животных здесь есть коровье пастбище навес для свиней и пастбище овец вот мы находимся на месте где раньше был свинарник поэтому давайте его наверно сюда и поставим вроде как он должен по размеру подходить нет но почти подходит почти подходит как было раньше не помню в какой стороны въезд выезд но в общем то можно поставить сюда вот такой свинарничек свой собственный который идет с карты то же самое и с коровником то же самое и с овчар не можете поставить в любое место но я вам советую их ставить на места где они раньше собственно это и находились 1500 голов влезает сюда а также мне писали что есть здесь адаптация под animal pen exception по моему называется мод но кстати висит до висит в группе в посте где идет раздача карты в общем-то можно подключить к животным система водоснабжения за некоторую копеечку в общем-то 6 утра прибывает сюда он техник устанавливать за 10 часов эту систему и больше вам не надо будет париться с водой и животные ваши будут всегда напоены здесь лежат чуки но вы их не сможете взять вот такая вот вам подстава ух ты какой свинт устан прикольно но и на этом глобальные изменения вроде как и заканчиваются есть еще куча мелких правок таких как опять-таки переделанная экономика подправленная частности топлива это все дело коснулась потому что раньше можно было на низком уровне сложности заправиться на заправке и это же самое топливо по-быстрому продать и заработать на этом денег причем на ту же самую заправку часто все дело у вас не сработает бруса там вроде как немножко коснулась стало выгодно именно брусом заниматься не просто голый лес продавать снежную маску вроде как подправили триггера переделали под курс play авто драйв правда у меня до этого все работало не знаю зачем это надо было делать но видимо кого-то что-то не работало сейчас вроде как все должно у всех прекрасно работать вот вот такой это обзорчик в общем-то получился пишите в комментах как вам обновление что что нравится что не нравится всем огромное спасибо за внимание с вами был никита дела и всем покаки